в такую жару о чем же еще вспомнить как не о воде недавно был опубликован рейтинг регионов по обеспечению населения чистой питьевой водой алтайский край занял в нем 25 место из 85 регионов россии по данным статистики у нас края 95 процентов жителей пьют доброкачественную воду сибири край вступает только к узбассу где проблемы чистой воды как говорят не существует казалось бы все замечательно однако экологи бьют тревогу заявляя что ситуация на алтай вызывает беспокойство что же все-таки мы пьем и почему положение дел с водоснабжением населения тревожит и жителей и экологов и краевые власти об этом и поговорим сегодня эта программа ваша партия и я ее ведущий артем кудинов рассказать об этой проблеме я пригласил экспертов это начальник химико-аналитического центра института водных и экологических проблем сибирского отделения российской академии наук татьяна папина руководитель алтайского отделения партии зеленые и активист общероссийского народного фронта владимир кириллов и ольга трегубенко главный специалист эксперт отдела надзора за гигиеной труда и коммунальной гигиены краевого роспотребнадзора здравствуйте господа рад вас видеть нашей студии и вопрос ко всем участникам нашей сегодняшней программы алтайском крае больше 17 тысяч рек 11 тысяч озер и более 6 тысяч водоемов есть значительные запасы подземных вод и тем не менее существует проблема чистой воды почему можете объяснить татьяна савельевна может с вас начнем давайте начнем с меня вопрос такой если говорить о природе которая нам дала ну полтайский край то у нас в принципе очень хорошая водообеспеченность вот у нас в принципе если мы в свое время рассчитывали так называемый водный стресс это оценка насколько возобновляемые водные ресурсы то что является реки значит доступны для одного на одного жителя так вот у нас один процент начинает бить тревогу с десятью процентов хоть в десятью процентов но если говорить о таком водном стрессе это хватит ну хватка нехватка воды это как бы вот такой как то сказали про кузбасс но там к сожалению в кемеровской области 6 8 они очень близко подходят к такому вот порогу у нас ситуация с водой лучше у нас ситуация с водой лучше это мы говорим по объему если говорить по качеству а по качеству вот у нас еще очень интересная такая ситуация поэтому очень сложно немножко как бы говорить у нас очень разные воды мы находимся на границе раздела природно-климатических зон степная и тундровая да соответственно мы находимся на границе водораздела то есть у нас обь течет на север все что находится алтайские горы южнее это уже идут речки текут значит в индийский океан то есть у нас вот такая вот как бы территория где сходятся несколько вот скажем да и не сюда нет нет наоборот очень широко представлено как это различные типы вод если мы посмотрим то есть и у нас в каждом значит районе да мы свои плюсы и соответственно свои минусы если мы возьмем я очень быстро если мы возьмем предгорные районы это восточная и юго-восточная то у нас там воды с осман с очень слабой минерализации с низкой минерализации а если говорить милиция это сумма всех солей которые есть в воде человек получает 90 процентов необходимых солей из воды поэтому когда у вас воды очень слабо минерализованы это тоже плохо то есть происходит вымывание кальция из костей так далее то подобное то есть у нас есть проблемы например там наоборот надо людям пить минеральную воду и у нас есть западная кулундинская зона где наоборот минерализация то есть сумма солей очень высокие это уже выше питьевых нормативов несколько десятки иногда и даже может до десяток раз может доходить там уже требуется и так называемое обессаливание делать до воды то есть разные совсем так скажем типы вот это это природная вещь хорошо понятно татьяна цель ольга михайловна есть у нас проблема с чистой водой вы как роспотребнадзор постоянно контролируете надзираете за состоянием как качество питьевой воды и вот ваши оценки есть у нас эти проблемы или нет и где может быть ну роспотребнадзор осуществляет качество контроль за качеством питьевой воды нормативы качества воды установлены санитарными нормами и правилами соответствии с которыми осуществляется контроль за 2016 год у нас качество воды по санитарно-химическим показателям нестандарт был зафиксирован 14 1 процент то есть это в распределительной сети то есть это та вода которая поступает непосредственно потребителю это вот 15 а 14 процентов это вода не соответствует требованиям санитарных правил да то есть по химическим показателям причем основной процент из этого процента не соответствует по органолептическим показателям то есть это именно цветность это цветность это мутность значит также у нас качество воды химическим показателям и относится несоответствие качество воды по содержанию железа то есть повышенное содержание железа в ряде районов края это большая проблема железа самая главная проблема по жесткости то же самое то о чем говорили по содержанию хлоридов там вот именно по этим зависимости от типа воды нужна водоподготовка нужно да эффективная эффективная водоподготовка то есть проблема в общем то есть не зря как я сказал экологи беспокоятся и беспокоят и власть в том числе владимир викторович беспокоить и власть сложно сказать потому что я кроме того что занимаюсь общественной работой на самом деле 26 лет занимаясь профессиональной экологии водохранения как политика общественных вы ученые конечно понятно поэтому тут было трудно сказать если беспокойство в для власти я считаю что на общая забота чтобы наши люди жили счастливы и пили хорошую воду но это понятно но я всегда студент проблема есть да я скажу я всегда студентам говорю такую формулу край больших возможностей великой ответственности ответственность в много лет назад под руководством профессора винокурова юрия ивановича он тогда был главным инженером проекта был создан водовод откуда от чарыша полторы тысячи населенных пунктов те самых которых татьяна сына сказала где повышенная минерализация воды решалась проблема решалась но сейчас этот водовод не может эксплуатироваться по экономическим причинам вот проблема есть хорошая система может быть ее теперь надо улучшить я знаю что там сейчас принимаются меры том числе это из восточных районов края в общем-то западные да это вот такая проблема она осталась пока степные да ну еще одна проблема то о чем сказал водка михауна а ведь еще мало воду взять еще надо доставить людям и вот в распределительных сетях которые у нас устарели они тоже все знают про эти проблемы чего беспокоить власть всем эти проблемы знаем как решить их надо предложение давать мы об этом поговорим в общем мы единодушны в том что проблема есть в общем ее надо решать и то что в рейтинге мы мы заняли 25 ну в общем почетное 25 место в общем на этом не нужно успокаиваться и себя успокаивать том числе и давайте в продолжение темы сразу вот главная водная артерия алтайского края это в общем-то опыт ну и сибири в том числе и экологи говорят что уровень загрязнения обе год из года растет и растет это вообще так на самом деле видите так или или эти оценки такие да вот именно такие которые вообще вообще про все характеристики конечно река опь приходит из гор с алтайских с хорошей интересной с точки зрения качества воды недаром биск промышленный центр был построен на би и где а где технологически стабильная вода там же очень хорошее качество воды в би поэтому построили там химкомбинат это все люди умные сообразили вопрос-то в другом на каких участках обе выше города барнаула если мы уже знаем что по природным показателям некоторых случаях повышенное содержание почему-то нефтепродуктов оказывается возможно естественное происхождение есть это барнаул то что то что то что то что то о чем сказали коллеги уже вот и железо наверное здесь у нас есть другие элементы которые марганец присутствует исходно в природной воде и поэтому говорить грязно или не грязно можно с точки зрения только добавляем ли мы туда да вот я тут а тут уже город конец есть объективные предпосылки мы тут не никак не изменим наличие железа марганца правильно эти а когда вот мы сбрасываем не не очищаем вот это уже наша забота это еще одна проблема какую воду мы сбрасываем ольга михайловна контролируете вот водоснабжение не из артезианских из подземных источников а из обеи как вот по вашему цель на потому что у нас два города каменной обеи город барнаул в качестве питьевого источника используется вода реки опь поэтому обязательно для того чтобы для коррекции так скажем водоподготовки обязательно исследуется исходная вода то есть речная вода качество вызывает и обеспокоенность меняется ли динамики отслеживать в определенные конечно периоды времени года то есть вот в период паводка повышается модность цветность воды естественно то есть это отслеживается двумя лабораториями как минимум лаборатория водоканала например как эксплуатирующие организации и параллельно вот государственный контроль это лаборатория фбус центр гигиены эпидемиологии понятно татьяна савельевна про обе скажите не все таки барнаул 700 тысяч треть населения алтайского края снабжение осуществляется из-за би поэтому вопрос не праздно вопрос смотрите он немножко так по-другому делится если говорить о городском населении то это действительно река а если мы говорим о сельском населении то сто процентов используют либо грунтовые либо подземные воды и здесь уже разные вот вот если мы говорим о железе марганца это действительно бич подземных и грунтовых вот у нас действительно повышенное содержание и я думаю все жители даже это могут ощутить что вы отобрали воду она постояла начинает желтеть выпадать железо так называемая вот именно проблема вот здесь поэтому в данном случае здесь нужно и обезжелезивание делать если действительно должна очистка включать еще и обезжелезивание так называемая вот какие то подземные воды у нас очень жесткие и даже не проходит по нормативу по жесткости природы это не того понимаете человеку одно полезно природе иногда другое полезно мы хотим вот это пить поэтому мы должны подготовить и соответственно мы должны вкладывать вот в этого честные не вернее в водоподготовку если говорить о такой скажем оптимальности воды да но то она больше всего у нас вот на на обском плата где барнаул и так далее единственная проблема то есть у нас чего не хватает по пищевой ценность это у нас идет и втор дефицитная вообще провинция соответственно это нехватка пристава просто в организме так если резюмировать вот барнаулы окрестностей прилегающие территории здесь с качеством воды относительно благополучно ну за исключением в принципе дефицита некоторого йода и втора давайте теперь другое а вот то что у нас сельские районы сельские районы там давайте я тоже скажу а вот теперь про барнаул мы же говорим что это только как бы то что у нас есть а вот мы например начинаем говорить уже в черте города и ниже у нас ужасно не оборудована водоохранная зона у нас свалки выходят туда понимаете у нас потому что у нас все обрастает город обрастает вокруг и промышленные стоки и промышленных стоков нет ну меньше завода в крупной работе если говорить по водопотреблению то у нас 70 процентов это коммунальные воды сейчас а 30 это вот где-то вот в такой пропорции остальное это это как по водопотреблению соответственно и водоотведению такие же проценты идут но вопрос вот какой значит дальше у нас опи где-то после барнаула через например километров 10 она восстанавливается то есть она выше по течению ниже после города они же ниже но водозабор то мы делаем в районе города живем мы в городе поэтому какая вода приходит к столу она именно вот так ну представляете она локально загрязнена локально загрязнена потому что у нас и свалки я еще говорю прямо в водоохранной зоне вы посмотрите когда вы едете на теплоходе правый берег везде потеки все что не полезно водоохранными зонами у нас занимается рост природного водоохранными зонами у нас здесь естественно очень плохая культура водопользования а именно рекреационные мы покупались мы оставили все что могли то есть естественно один другой третий и у нас получается организуется свалка вот поэтому мы извините где живем там и себе же и газе вот так вот поэтому здесь надо вот этот рассматривать здесь и зеленые должны подключиться к воспитанию они подключаются они когда надо всегда рядом здесь под боком ольга михайловна ну за свалки вы не отвечаете за качество воды у нас есть масса организации не масса несколько организаций которые занимаются водоснабжением и водоотведением их-то контролируете вы так качество их работы да есть какие-то претензии к ним но это барнаульский водоканал да наверно ну еще там да в общем она на 1 давно с барнауль если говорить ну нет у нас нет и вот к ним претензии то есть качество воды конечно есть как вот их контролируете им какие-то предписания прокуратуру обращайтесь городским властям краевым мы стараемся справляться своими силами единственное что в случае проверки проводятся у нас в плановом порядке то есть это в соответствии с планом утвержденным генеральной прокуратурой и который размещен на сайте роспотребнадзора это тот план плюс обращение граждан плюс обращение граждан обратились вы в неплановом порядке приезжайте проверяете много таких обращений я вот просто хочу сказать здесь здесь есть один нюанс 1 января семнадцатого года вступили изменения в 294 федеральный закон о защите прав предпринимателей юридических лиц у нас водоснабжение относится коммунальные услуги и теперь прежде чем потребитель обратиться к нам он должен написать претензию то есть это написано в законе он должен в эксплуатирующую с претензии в эксплуатирующую организацию в ту организацию которой он платит деньги водоканал условно и только в том случае если водоканал не примет никаких мер так только тогда он обращается к нам жалобы это закрепляет жизнь граждан или упрощает вот вот так вот если граждан а вот к примеру он открыл кран а у него течет непонятно что там непонятного цвета и запаха да и вот он что должен написать претензию жалобу и идти в горводоканал если добросовестная это горводоканал будет там месяц разбираться нет если добросовестная эксплуатирующая организация у нас принципе барнаульский водоканал так таковой является да вот то они наоборот очень просто быстрее отреагируют на это и у них больше времени смысле из и знаний технических возможностей на устранение просто люди немножко путают надзорные службы с диспетчерской какой-то службы с аварийной вот они звонят вот у нас авария помогите но надзорные службы это не аварийная служба то есть удлиняется время вот просто чем напрямую обращение процедуры какие-то получается да правильно я считаю что да вы так как считаете что у нас с водой действительно от барнауле с водоснабжением но я пошел от простого тезиса который заложен в программе на право на нашей партии первый пунктом здоровье человек счастливая семья и предстоящая россия это следующий пункт так вот здоровый человек может быть по двум причинам либо о нем кто-то позаботился либо он сам себе позаботился и я считаю что принцип водопотребления вот для меня лично как я решаю и своим коллегам советую это пей первым то есть как только вода прошла вот такие всякие ступеньки подготовки да и еще можно там бутылки налили да про них забыли на систему водоподготовки на этих предприятиях бутилирования не известны они обязаны их соблюдать все правила но тем не менее а вот пришел из колодца напился если он конечно нормальный стал козленочком стал да может быть не совсем здоровым человеком но с другой стороны действительно вода которую готовят мы вынуждены услуги других организаций принимать вода в городе барнауле одна из самых лучших питьевых вод в городских условиях выручаетесь как как общественник я ручаю потребитель я сказал я себя выпьете воду из под крана из под крана хорошо раз во вторых соответственно сейчас водоканал насколько я знаю очень прошел хорошую технологическую переоснащение обновление такое там очень интересные планы по улучшению водоснабжения города я думаю что единственный минус это то что до сих пор с тех времен когда воды было нужно много на весь город готовят с избытком а потом мы с вами должны ее эту работу всю оплатить вот я бы предложил чтобы водоканал посмотрел нельзя ли уменьшить количество подготавливаемой воды а все-таки лучше меньше да лучше если мы говорим о химическом составе да это одна и не говорим сейчас о химическом загрязнении но никуда не денешься от того тех микроорганизмов особенно патогенных которые могут размножаться в воде и рисковать здоровьем пить например воду из забив ну понятно мало то мутное да мутное то одно поэтому она обязательно проходит дезинфекцию хлорирование никуда от этого не деться потому что у нас у нас же всегда это готовится для то есть гигантизм мы вот на весь город сразу отбираем пробу и так далее и поэтому не к ничем другим как хлорированием обезвредить ее нельзя потому что можно конечно использовать облучение ультрафиолетовое но ультрафиолетовое облучение действует только тогда вот сейчас семиминутно дальше они пошли по водоводам которые у нас не очищены и соответственно уже бактериальное загрязнение может быть от него надо избавить поэтому от хлорирования никуда не уйти вот но на мой взгляд да все потребители это понимает что вот запах этот по органолептики хлорирования вам не очень то и нравится поэтому например я советую можно ее использовать но отстоять от лишнего хлора шесть-восемь часов вы отбираете воду отстаиваете и а после этого уже я вот хочу просто заметить значит ну вот мы говорим это все отношение имеет городу но в сельской местности многие проблемы вообще наверное решить невозможно то есть там все все намного сложнее вот а все-таки как можно ну если коротко какой-то совет если вода действительно с перебором железа там марганца что можно сделать в данном случае давайте вот вы как химик специалист могу сказать соответственно если вы пользуетесь глубинными горизонтами ну 200 метров так далее скважина у вас она очень хорошо защищена от загрязнения который идет через поверхность но очень часто у нас деревни в деревнях это грунтовая да а вот это и на а вот это очень большая проблема и самая большая проблема то что тут же находится извините меня навозной кучи и так далее дренирует и у нас очень большая проблема загрязнения воды именно аммиаком аммиачными вот так что вот чистить от него очень тяжело понимаете очень тяжело поэтому опять к тому же где должна быть колонка она должна быть подальше от источника загрязнения хотите хотите в это не хотите вторая вещь если у нас есть действительно природное железо марганец да опять же нужно обязательно отстаивать насыщать кислородом когда железо и марганец выпадает в осадок и отстойную в открытой емкости конечно это понимаете как если у вас вот но 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 при этом соответственно подземной воду если нет бактериального она она менее загрязнена все равно и ее поэтому извините когда родник бьет и с удовольствием чистую воду вы можете пить вот без подготовки вы можете только пить вот родниковую воду в предгоре где где нет значит нагрузки вот и или именно непосредственно из-под скважины ее можно соответственно но поверхностную воду всю нужно обрабатывать все ольга михауна вот вы постоянно держите руку на пульсе так сказать контролируете водоснабжение ну в городе ну и не только по всему краю все-таки у нас где вот выяснили что в барнауле и прилегающих районах более или менее а где у нас наиболее напряженная ситуация вы же по всему краю я так понимаю проводите вот эти проверки свои контролирует какие районы у нас наиболее такие проблемные что называют выделить какие-то районы конкретно вот у которых такое неудовлетворительное техническое состояние водозабора вот ну я могу перечислить то что касается качества воды качество вот районы вот у нас по итогам прошлого года вот двадцать семь районов в не соответствовали это много были больше выше у них был показатель нестандартности именно по химическим показателям вот к ним относится крутихинский район салтонский павловский бийский шилоболихинский тюменцевский мамонтовский целинный район вот например и другие да то есть ну конечно большинство вот из-за той высокой минерализации то о чем мы говорили а вот то что касается микробиологических показателей которые также вот выбиваются из средних показателей пол тайском украине просто грязная вот да вот она нет живут это знаете либо живые либо бактериальное загрязнение это микробиологическое загрязнение вот оно характеризует вот именно санитарно-техническое состояние водозаборных сооружений распределительной сети в том числе и отсутствие зон санитарной охраны которые должны и то что ремонты не про не проводятся так часто как нужно и то что зачастую в селах просто нет эксплуатирующих квалифицированных кадров эксплуатирующие службы или они вообще являются бесхозными потому что на балансе там муниципалитет там развалился колхоз совхоз какой-то у него были на балансе балансе эти водозаборные сооружения а муниципалитет на себя их еще не взял денег нет ну денег нет да все в это упирается прошу владимир викторович и ко всем участникам вот с вашей точки зрения что нужно сделать чтобы все-таки повысить качество питьевой воды улучшить качество водоснабжения населения я понимаю вопрос сложный глобальным тем не менее вот я точно точно знаю опять же обращаюсь к мне наверное не все в деньги упирается да но вот на самом деле юрий винокуров о котором я уже сказал наш недавний еще директор долгие годы он специалист именно подземным водам и вот от него я знаю что у нас очень много скважин в крае которые просто-напросто отремонтировать нужно и там конечно не немалых денег это стоит но это радикально занимается да вы говорите претензии наоборот я считаю очень хорошая программа и ее надо максимально развивать единственное что конечно опять не ляжет ли это не такое сразу подозрение предположение что не получится ли что потребители опять получат дополнительное необходимость платить вот если чтобы с них ничего не взять а найти деньги до конца то прочистить скважины и людям дать чистую воду это было бы здорово ольга михауна вы как контролирующая надзорная организация с вашей точки зрения не нужно ли ужесточить ответственность водоснабжающих водоотводящих организаций за качество питьевой воды за водоснабжение населения насколько я знаю в роспотребнадзоре но это в москве рассматривается инициатива вот внесение изменений даже законодательства которое бы ужесточало ответственность в последнее время были внесены изменения как бы изначально у нас была предусмотрена достаточно но законов никогда достаточно они должны всегда совершенствоваться с учетом с учетом так скажем современных современной реальности у нас предусмотрена ответственность за плохое качество воды статьей каопа была не так давно введена статья за ненадлежащее содержание эксплуатацию зон санитарной охраны вот это была статья существует статья в кодексе административных об административных правонарушений за уничтожение специальных знаков которые обозначают что это зона строгого режима зона особо охраняемая зона вот в общем статей достаточно но ситуация пока не так быстро меняется как хотелось бы с вашей точки зрения что нужно делать может быть в первую очередь если можно коротко я постараюсь коротко ну во-первых экологическое образование чтобы люди понимали если вы здесь пьете вы знаете что вы сами себе если вы не следите за водоохранной зоны оставляете после себя все что угодно на прямо на берегу то это придет вам же извините из вашего вернется вернется поэтому это нужно обязательно помнить это очень важная вещь вторая вторая конечно вещь мне кажется нужно ну я не знаю более какие-то передовые методы использовать у нас все таки очень очень всего такого и скажем эту технологию технологию да и вообще даже подход у нас почему-то такой именно подход к природе как сразу к питьевой воде мы рассматриваем с точки зрения питьевой воды на самом деле природа очень я уж говорила разнообразно а наше дело как ее подготавливать что-то где-то больше вкладывать где-то наоборот и и для каждого как бы района должны быть свои какие-то ребенок они едины и мы все одинаково чистим по одинаковой методике вот это вот очень большая проблема если коротко резюмировать это ответственность самих граждан наверное это в первую очередь второе новые технологии и третье дифференцированный подход к водоснабжению в разных территориях потому что у нас разные природные климатические зоны условия и так далее должна быть как-то учитывать эти все хорошо еще раз представлю наших гостей мы говорили о чистой воде в нашем регионе это начальник химико-аналитического центра института отдых экологических проблем сибирского отделения академии наук татьяна папина руководитель алтайского отделения партии зеленый активист народного фронта владимир кириллов и главный специалист эксперт отдела надзора за гигиеной труда и коммунальной гигиеной краевого роспотребнадзора ольга трегубенко спасибо господа что пришли в гости и заключение буквально два слова чистая питьевая вода категория не только экологическая или медицинская но и политическая ведь от ее качество зависит здоровье и благополучие жителей края понимают ли это краевые власти да понимают делают что-то да делают в этом году из краевого бюджета выделено 122 с лишним миллиона рублей на ремонт водозаборных скважин сумма это к слову очень приличная и позволит улучшить качество водоснабжения ста семидесяти пяти тысяч жителей в большинстве сельских районов и городе славгороде масштабная программа получила название 100 скважин о чем мы владимир миттончик говорили губернатор карли назвал ее приоритетной взял под свой личный контроль так что в этом году вода в алтайском крае будем надеяться станет чище и доступнее берегите себя в эти жаркие дни побольше пейте водички и не будьте пешками в этой жизни всего доброго увидимся через неделю